Микс Ньюс. Добрый день, уважаемые радиослушатели, руководитель или председатель Координационного совета российских соотечественников в Латвии, Виктор Гущин у нас сегодня в студии. Добрый день. Вот обычно в начале 2020, вообще в начале нового года мы подводим какие-то итоги года предыдущего. Мы это тоже сделаем, но может быть несколько слов просто ваше ощущение, ваше впечатление. Вы наверняка тоже следите по поводу тех событий, которые сейчас произошли в России. Смена правительства. Как вам кажется, как это может как-то повлиять на живущих российских соотечественников за рубежом? Ну, я думаю, что те перемены, которые были обозначены после ежегодного послания президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, перемены в России. Видимо, в Конституции. В Конституции, да. Мне кажется, что это может положительно повлиять на жизнь соотечественников, которые проживают сегодня за рубежом. Их без малого 25 миллионов. Мне кажется, что вот с учётом вот тех предполагаемых изменений, которые были заявлены, внешнеполитическая деятельность России, в том числе деятельность, направленная на защиту прав российских соотечественников, проживающих за рубежом, она станет гораздо более последовательной и результативной. И в этом смысле, вот, мне кажется, что нельзя, как бы, говорить только вот о ежегодном послании президента Российской Федерации, федеральному собранию Российской Федерации. Нужно говорить в том числе и вот о том историческом споре, который обозначил Владимир Владимирович Путин на недавней встрече глав государств стран СНГ. Вот, и мне кажется, что очень чёткая, принципиальная, честная позиция России в этом вопросе, безусловно, будет служить солидным, мощным подспорьем для российских соотечественников, которые за рубежом отстаивают историческую правду, в том числе об истории Второй мировой войны. Да, вот очень хорошо, что Вы сейчас упомянули вот эти события Второй мировой войны. Во-первых, мы знаем, что этот год особый, год 75-летия. Во-вторых, президент России в конце, наверное, декабря, после его целого ряда заявлений последовала соответствующая реакция. Ещё одно заявление Европарламента. Мы знаем, что вчера Семь в Латвии принял соответствующую резолюцию. Всё-таки вам, как историку, эта тема, конечно, безусловно, близка, не только как человеку, как российскому соотечественнику. Всё-таки, как Вам кажется, вот этот разговор или ту дискуссию, которую инициировал президент России, Путин, это разговор всё-таки о прошлом, попытка там какие-то расставить точки над «и»? Или это разговор о настоящем и будущем? Потому что здесь мнение экспертов тоже расходится. Я думаю, что в большей мере это разговор о настоящем и будущем. Поскольку попытка отказаться от тех договорённостей, которые были достигнуты в Тагеране, в Ялте, в Подздаме, в Сан-Франциско, где принимался Устав Организации Объединённых Наций, и формировалась эта организация. Вот попытка отказаться от всего этого международного правового наследия с тем, чтобы переписать итоги Второй мировой войны, обвинив в развязывании этого масштабнейшего конфликта Россию и Советский Союз и Германию, мне кажется, что это действительно разговор не столько о прошлом, сколько о настоящем и будущем. По той причине, вот с моей личной точки зрения, что после 1991 года, когда прекратил своё существование Советский Союз, к огромному сожалению, в странах Европы пришли к власти политические силы, которые рассчитывали обеспечить себе реванш, исторический реванш за то поражение, которое они понесли в 1945 году. И мне кажется, что вот именно эти политические силы, я бы назвал их идеологическими, духовными, наследниками тех, кто потерпел поражение во Второй мировой войне, вот именно эти политические силы сегодня и инициируют различные акции, направленные на пересмотр итогов Второй мировой войны. Здесь, конечно, позиция и польского Сейма, и позиция Сейма Латвийской Республики, и позиция Европейского парламента, но с моей точки зрения направлена на искажение исторической правды, на то, чтобы с одной стороны осудить Советский Союз, Россию, как правоприемницу этого государства, а с другой стороны обелить тех, кто воевал на стороне гитлеровской Германии. Вот мне кажется, что, по сути, вот тот исторический спор, который обозначил Владимир Владимирович Путин, это спор о праве на существование нацистской идеологии и нацистской практики в современных условиях. Я лично считаю, что нацистская идеология и нацистская практика сегодня права на существование не имеют. Значит ли это, что фактически Путин своим заявлением призвал, наверное, большинство этих европейских стран, включая, наверное, и Польшу, но все-таки оценивать и истоки, причины Второй мировой, и итоги. Ну, не так вот есть черное и белое, да, что вот есть, как сейчас принято, я так понимаю, по крайней мере, в Западной Европе, что есть два исчадия зла, это нацистская Германия, теперь к ней добавил Советский Союз, а все остальные были в тот момент, в 1938 году, когда был Мюнхенский сговор и так далее, все остальные были белые и пушистые, вообще жертвы. Так я понимаю, да? То есть раздел Чехословакии, это все было очень демократически правильно. Ну, вот получается вот такой однобокий подход. Но с позиции стран Западной Европы, включая Польскую Республику, включая Латвию, Литву, Эстонию, вот то, что вы сказали, это действительно как бы истина в последней инстанции. Но отношение к исторической правде это никакого не имеет. На самом деле, действительно, и Польша участвовала в том же разделе Чехословакии, в 1938 году. И Латвия за несколько месяцев до того, как Советский Союз и Гитлеровская Германия заключили договор о ненападении, подписала такой же договор с той же Гитлеровской Германией. Здесь действительно, правда, должна быть вся высказана. И, конечно, нельзя, ну, какие-то факты, которые кажутся кому-то неудобными, прятать. Необходимо все факты выкладывать на стол и с учётом именно всех фактов оценивать то, что произошло в 1938, 1939, 1940, 1941 годах. Вот. И то, что происходит сегодня. Позиция, как бы, латвийского Сейма, она, к огромному сожалению, как я уже сказал, с моей точки зрения, не только искажает историческую правду, но, по сути, поощряет возрождение нацизма в Латвии. Да, ну, вообще печально, что вот мы через 75 лет после разгрома нацизма, ну, фактически занимаемся, если так можно сказать, спорами по тем вопросам, по которым уже давно должна была поставить, быть точка. В конце концов, нацизм разгромлен. Мы знаем, кто внёс основной вклад. Мне кажется, что из этого надо было бы исходить, ну, мне так кажется, да, а не пытаться вот какие-то моменты выискивать, чтобы обвинить, ну, не знаю, ту же Россию, как преемницу Советского Союза. Так это, кстати, прямо вчера в тексте резолюции Сейма и говорится. То есть, по существу, чуть ли не Россия ответственна теперь за развязывание Второй мировой. А вот то, что разгромили нацизм, это как бы так мельком. Ну, да, действительно, разгромили. Такое ощущение, как будто он сам разгромился. Как помните, эта дискуссия, на мой взгляд, какая-то вот жалкая была в прошлом году, 13 октября, когда была вот тоже годовщина 75-летия освобождения Риги, должностные лица, кстати, официальные, в том числе из Министерства обороны, хотели доказать, что, вы знаете, ну, собственно говоря, освобождения Риги не было, потому что немцы сами до этого момента ушли. А что, собственно, это меняет вот с точки зрения исторического хода событий? Ушли ли они сами, сбежали ли, разгромили их, но все равно они оставили Ригу, и она была освобождена от нацистов? Это что, плохо? То нужно сказать, что нам жалко, что нацисты сбежали. Ну вот, как-то нужно тогда до конца договаривать? Или я не прав? Нет, вы абсолютно правы, но я хотел бы отметить такой аспект вот этой дискуссии. Действительно, в 1945 году нацизм совместными усилиями антигитлеровской коалиции был разгромлен. Но это вовсе не означало ликвидации нацистской идеологии как таковой. При этом, вскоре после 1945 года страны Запада заняли откровенно ревизионистскую позицию в отношении тех решений, которые были приняты по главным нацистским военным преступникам, вообще по нацистским военным преступникам в Нюрнберге в 1945-1946 годах. И мы знаем, что при помощи, при посредничестве стран Запада огромное количество нацистских военных преступников смогло найти себе убежище в этих же странах Запада. И Канада, и Соединенные Штаты Америки, и Австралия, и страны Европы. Надо отметить, что и Ватикан, и Швейцария здесь играли тоже немаловажную роль. И вот я с удивлением, ну, как бы в свое время узнал о таком факте, что когда в 1949 году была образована Федеративная Республика Германии и формировались новые государственные органы власти этого нового государства, Министерство юстиции ФРГ было полностью сформировано из тех лиц, которые до разгрома нацизма работали в Министерстве юстиции нацистской Германии. То есть это вообще, ну, вопиющая ситуация, скажем, для человека, который в период Гитлера отсидел в концлагере. И он после 1949 года приходит, предположим, в Министерство юстиции и видит того же человека, который при Гитлере запрятал его в тюрьму. Надо напомнить, что огромное количество лиц нашло себе вполне достойные условия существования после 1945 года, невзирая на то, что они, ну, прямо участвовали в военных преступлениях Гитлеровской Германии. Я напомню Адольфа Эйхмана, я напомню о Герберте Цукурсе, да. Вот та же Израильская республика, государство Израиль, считая, что западное правосудие не способно наказать этих людей за их военные преступления. Начало действовать самостоятельно. Начало действовать самостоятельно для того, чтобы вынести собственный судебный вердикт по их... И даже нельзя сказать, что они не правы в этой ситуации. Абсолютно я с вами здесь согласен, да. То есть ситуация, вот я бы, подводя итог, хотел бы сказать следующее. Она сформировалась не вчера и не сегодня, да. Вот отношение к итогам Второй мировой войны со стороны Запада, ревизионистское отношение, оно формировалось на протяжении всего послевоенного времени. Вот все 50 лет, которые мы жили в мире после окончания Второй мировой войны, к сожалению, страны Запада прилагали определенные усилия для того, чтобы сохранить нацистскую идеологию, спрятать нацистских военных преступников, которых после распада Советского Союза стали возводить на пьедестал. И одно из первых, вот это стала делать Латвийская республика, мы помним и о перезахоронении Рудольфа Бангерский сын на Братском кладбище в Риге. Мы помним, что его захоронение оказалось рядом с захоронением Волдемарса Вейса, прямо у подножия... Еще один нацистский коллаборационист. Еще один нацистский коллаборационист, руководитель полиции безопасности города Риги в 1941 году. И мы знаем, чем эта полиция занималась. Мы знаем, чем эта полиция занималась, и мы знаем, что Волдемарс Вейс был причастен к массовым убийствам еврейского населения города Риги. И вот эти два человека сегодня покоятся у самого подножия памятника матери Латвии на Братском кладбище. Вот как можно к этому положительно относиться? С моей точки зрения, к этому можно относиться только отрицательно, эти люди недостойны того, чтобы быть захороненными на этом кладбище. Но я хотел бы, вот еще раз подводя итог, сказать, что ситуация с ревизионистским подходом к итогам Второй мировой войны, она формировалась на протяжении всего послевоенного времени, а с распадом Советского Союза в 1991 году получила мощный импульс для своего дальнейшего развития. Да, вот как бы так, чтобы действительно закончить такую историческую тему, вот тем не менее, вот на Ваше взгляд, это вот заявление, которое вчера Семь в Латвии принял, это что, это было такое дежурное заявление или это еще одна попытка, ну не знаю, ухудшить и без того очень, прямо скажем, плохие отношения между Латвией Россией. Ну, я вообще-то думаю, что Латвия, которая сохраняет в действии и декларацию об оккупации Латвии, и декларацию о легионерах, сражавшихся в годы Второй мировой войны в составе гитлеровской армии, это просто дополнительный как бы штрих к общей ревизионистской политике латвийского государства в отношении истории Второй мировой войны и истории Латвии в период Второй мировой войны. Мне кажется, здесь ничего нового нет. ожидать от того, что Сейм Латвии, который основан на идеологии ревизионизма, в том числе на идеологии ревизии норм международного права, которые существовали на момент принятия Верховным Советом 4 мая 1990 года декларации о восстановлении независимости Латвийской Республики, ожидать того, что вот этот Сейм, как лицо латвийского государства, откажется от всего прежнего курса, ну просто нельзя. Здесь, к огромному сожалению, требуется уже радикальное оздоровление политического механизма всего государства. Виктор Гущин у нас в студии. Вот, может быть, предваряя такую следующую тему, связанную с положением русскоязычного населения, ну вот, одним словом, вот в первой части, если вас попросили бы охарактеризовать предыдущий год, вот с точки зрения ситуации с русскоязычным населением, эта ситуация в разных сферах, она ухудшилась, улучшилась или вообще без изменений такая стагнация об этом, на ваш взгляд? На мой взгляд, ситуация ухудшается постоянно, если мы говорим о соблюдении прав. То есть даже мы можем говорить об ухудшении ситуации? Безусловно, безусловно. Я это могу говорить, основываясь на судебных процессах в отношении Владимира Линдермана, Юрия Алексеева, Александра Гапунинка, Олега Бурака и целого ряда других представителей русскоязычной общины Латвии, в отношении которых заведены абсолютно бездоказательные судебные дела. Речь идёт о том, чтобы морально задавить лидеров русской общины Латвии, унизить их, уничтожить у них волю к сопротивлению. Я думаю, что этого добиться властям, безусловно, не удалось и не удастся, но в целом правозащитная ситуация, с моей точки зрения, в нашей стране становится хуже. Виктор Гущин, она в студии. Привёмся буквально на пару минут на рекламу. Да, Виктор Гущин, она в студии. Вот мы как раз прервались в первой части, пытаясь дать оценку такой ситуации с правами русскоязычного населения по итогам прошлого года. И вы сказали, с сожалению, констатирули, что ситуация только ухудшается. Вы видите, что она ухудшается, например, в сфере образования или вот как-то так повсеместно? Я думаю, что мы имеем полное право говорить о том, что эта ситуация ухудшается повсеместно, не только в сфере образования. Если говорить о школах с русским языком обучения, которым вот в прошлом году исполнилось 230 лет, то, безусловно, Латвия здесь идёт на вопиющее нарушение тех норм международного права, которые существуют в отношении соблюдения прав национальных меньшинств на получение образования на родном языке. И я думаю, что, с моей личной точки зрения, что здесь речь идёт не только о том, что власть имущие поставили перед собой задачу сформировать мононациональное, монокультурное, монолингвальное общество в нашей стране. Речь идёт и о том, чтобы сформировать идеологически лояльное к власть имущим молодое поколение русскоязычного населения нашей страны. На примере Украины, где вот такая политика уже проводится на протяжении целого ряда лет, мы видим, что это приводит к резкому росту русофобских, антироссийских настроений, к постоянным провокациям со стороны молодёжи Украины, направленным против Российской Федерации. Вот мне кажется, что вот та политика в сфере образования, которая проводится здесь в Латвии, она нацелена не только на дебилизацию подрастающего поколения, но и на то, чтобы это подрастающее поколение верой и правдой служило идеологией существующего в стране политического режима. Я не могу согласиться ни с первым, я не могу согласиться ни со вторым. Я был и остаюсь сторонником демократического латвийского государства, государства, в котором восстановлено всеобщее избирательное право и проходят выборы на основе всеобщего избирательного права. Ну, сейчас могут возрастить и сказать, ну как же, у нас же выборы проходят. Выборы-то проходят, но огромная часть населения от этих выборов отстранена, и я уже неоднократно говорил, в том числе и в этой студии, что в 2002 году, 8 ноября, парламентская ассамблея Совета Европы, основываясь как раз на том факте, что в Латвии существует институт массового безгражданства, сделала вывод о том, что в Латвии сформировался долговременный дефицит демократии. Но вот возвращаясь вот к теме образования или к теме соблюдения прав человека и прав национальных меньшинств в Латвийской Республике, я бы выделил следующие основные направления деятельности латвийского государства по подавлению прав человека и прав национальных меньшинств. Безусловно, это так называемая школьная реформа. Это первое направление. Второе направление – это всё, что связано с исторической памятью, в том числе исторической памятью о Великой Отечественной войне и Второй мировой войне и сохранению памятников, установленных на территории Латвии в честь событий, связанных с освобождением Латвии от гитлеровской оккупации. И третье направление – это, безусловно, информационное подавление, отказ от какой бы то ни было дискуссии по актуальным для общества вопросам, связанным с соблюдением прав человека и прав национальных меньшинств. И, наконец, четвёртое – это попытки запугать русскоязычное население на примере отдельных лидеров русской общины Латвии, против которых заведены уголовные тела. То есть вот если мы в совокупности посмотрим на общую картину, связанную с соблюдением прав человека и прав национальных меньшинств, мы увидим, что по сути, ну, руины мы можем наблюдать, а не то, что Латвия якобы соблюдает права человека и права национальных меньшинств. Да, вот интересно, неинтересно, а важная тема образования, всех родителей это волнует. На Вас взгляд дошла ли ситуация до такого, до критической отметки? Или пока вот этот кризис можно предотвратить? Я имею в виду все вот эти языковые реформы, которые, как ни странно, затронули и даже частные школы, и частные колледжи. И ещё более странно, что Конституционный суд фактически с этим согласился, поддержал и хотя признал прямо в решении, что дискриминация имеет место, но решило большинство судей ради исторической исправедливости можно. Что я бы ответил на Ваш вопрос? Мне кажется, что пик борьбы внутри страны за сохранение образования на русском языке пройден. И пройден в 2003-2004 годах. Сегодня мы, сохраняя определённую протестную активность во имя защиты права получения образования на родном языке, всё-таки в большей мере можем рассчитывать, опираться на решение Венецианской комиссии по данному вопросу. Если оно будет негативным для Латвии, у нас есть определённые шансы сохранить образование на русском языке. Если Венецианская комиссия отреагирует как-то нейтрально или вообще даже положительно в отношении решения Латвийской республики, то, к огромному сожалению, вот этот каток национализма, который катится по русским школам, остановить не удастся. Я наблюдаю за школами уже на протяжении, наверное, двух с половиной десятков лет и могу сказать, что очень изменилось и отношение учительского корпуса, я уж не говорю о директорах, и отношение родителей к тому, что происходит сегодня со школой. Если говорить о директорах, то директора являются чиновниками и исполняют волю государства. Пусть эта воля является недемократической, но и крайне несёт отрицательные последствия для русскоязычных школьников, но директора молчат и проводят эту политику. Что касается учителей, то вот та относительно небольшая активность учительского корпуса, которую мы наблюдали в третьем-четвёртом годах, сегодня её практически нет. Её практически нет. И из разговоров с отдельными директорами могу сказать, что учителя озабочены больше собственным выживанием, а вовсе не тем, чтобы преподавать детям на родном языке и как-то заботиться о том, чтобы учебный процесс был качественным. Что касается родителей, то здесь тоже произошли определённые изменения отнюдь не в пользу поддержки школы с русским языком обучения. Очень многие родители уже не верят в то, что можно школу с русским языком обучения сохранить и отдают своих детей в школы с латышским языком обучения. А русские школы, в свою очередь, принимают латышских родителей, детей латышских родителей. И вот пример закрытия Елгавской второй основной школы, который имел место в прошлом году… Да, поскольку вы родом из Елга, вам всё это близко и знакомо. Мне это близко и знакомо, но с чем я столкнулся? Что я увидел и услышал? Я увидел и услышал то, что родители на митинге в защиту своей школы против решения Елгавской городской думы о ликвидации этого учебного заведения, за что они выступали? Они выступали не за язык, не за сохранение языка обучения русского. Они выступали только лишь за то, чтобы их школа осталась по прежнему адресу, чтобы детей было удобно привозить опять к тому же самому зданию. А язык обучения вообще в их требованиях не фигурировал. То есть вот эта вот ситуация, конечно, не просто тревожная, она говорит о том, что настроения в обществе изменились и изменились далеко не в пользу поддержки протестных акций в защиту образования на русском языке. Да, но получается ещё такая парадоксальная ситуация. Мы помним, когда в 90-е годы самые такие радикальные националисты, которые тогда уже говорили, что в принципе придёт то время, когда государственных школ на русском языке не будет, была такая концепция, не концепция, у многих мнение, что ну что ж, будет развиваться вот эта сеть частных школ, где будет преподавать на русском языке. Сейчас мы видим, что и это, как такой аварийный вариант, не сработал, поскольку те же самые абсолютно требования выдвигаются и по отношению к частным школам. А как же вот это вот, если мне память не изменяет, статья 7 рамочной конвенции, где говорится о том, что представители нацменьшинств имеют право сами создавать учебные заведения. Ну, вы сами же сослались на решение Конституционного суда Латвийской Республики, в котором говорится, имеется ссылка на исторические обстоятельства. И этими историческими обстоятельствами оправдывается принятое решение о ликвидации школ с русским языком обучения. Рамочная конвенция Латвии, если я не ошибаюсь, была подписана в 98-м году, а ратифицирована в мае 2005-го года. Ратифицирована с оговорками. И я думаю, что вот тот путь, который избрало латвийское государство, путь полного игнорирования требований со стороны международного сообщества к соблюдению прав национальных меньшинств, вот сейчас этот путь, он продолжается, власть имущие продолжают идти по этому пути. И мне кажется, остановить это движение по этому пути может Венецианская комиссия. Если этого не произойдет, к сожалению, мы столкнемся с ужесточением государственной политики в отношении соблюдения прав национальных меньшинств. Да, вот Вы упомянули Венецианскую комиссию, и совсем недавно она была пополнена новым членом. Теперь в Венецианской комиссии будет трудиться председатель Комиссионного суда Латвии госпожа Землэ. Интересный, да? Поворот, да. Интересный поворот, и я отвечу немножко иначе, с другой стороны. Президентом Латвийской Республики сегодня является Эйл Левиц, известный в Европе юрист, который сформировал основы текста Декларации о восстановлении государственной независимости Латвийской Республики. И стал автором преамбула, если мне память не изменяет. Декларация о восстановлении независимости Латвийской Республики, полностью игнорирующая международное право, действующее на тот момент. А в 2014 году подготовил и инициировал принятие так называемой преамбулы, которая полностью перечеркнула основы демократического государственного конституционного устройства Латвийской Республики. О чем можно говорить в этой ситуации? Инна Теземеле, она, к сожалению, идет по тому же пути, что и Эйл Левиц, они выступают как юристы от политики, а не от права. Вот, наверное, такой вопрос, который не может не возникнуть. Я думаю, что очень часто и вы, вам его задают, и российские соотечественники, может быть, и правозащитники. А какие есть возможности, что в этой ситуации делать? Ну, что касается образования, мы слышим разные версии. Кто-то говорит о том, что нужно чуть ли не какое-то дистанционное обучение. Есть идеи о создании какой-то школы при российском посольстве. Я так понимаю, что это процесс довольно длительный. Вот что вы видите, поскольку, ну, не будем скрывать, что вот эти международные структуры, ну, сегодня достаточно слабы. Начиная от ООН, которая, видимо, какой-то все-таки кризис переживает и заканчивая ОБСЕ и Советом Европы. Ну, мой ответ, честно скажу, будет пессимистический, потому что я возможности альтернативных существованию сети государственных школ с русским языком обучения не вижу. Такая сеть существовала на протяжении двух с лишним столетий, и ее ликвидация, безусловно, подрывает вот основу межнационального мира и согласия в нашей стране. Частные школы положение абсолютно не спасают. Школа при посольстве Российской Федерации в Латвии, и даже если она будет создана, она не сможет принять все те десятки тысяч русскоязычных школьников, которые еще хотели бы получать образование на русском языке. То есть это абсолютно не решение проблемы. Дистанционное образование, как вспомогательное, но не базовое, не основное, может иметь место, но это опять тоже не решает проблемы. И я хотел бы еще на один момент обратить внимание. Латвия в сфере образования движется по западному пути, то есть по пути компетенции, по пути, к сожалению, снижения качества образования. И в этом смысле мы очень и очень и все более заметно и все более заметно отстаем от школ Российской Федерации. Вы имеете в виду с точки зрения уровня образования? Да, с точки зрения уровня образования, да. И в этой ситуации, я честно скажу, я не вижу какой-то альтернативы сети государственных школ с русским языком обучения. Не вижу. Да, вот остается совсем мало времени, я знаю, что вы хотели несколько слов сказать, такое печальное событие произошло в жизни русской общины в Латвии, да. Вот, может быть, несколько слов об этом воспользуюсь такой возможностью, да. Ну, к огромному сожалению, сегодня я узнал о том, что 14 января, в этот вторник, ушел из жизни видный организатор русской музыкальной культуры Латвии, многолетний руководитель оркестра русских народных инструментов САКТКО Виктор Рокша. Прощание, проводы с ним состоятся завтра в 13 часов на кладбище Лачупе в Иммонте. Я хотел бы пригласить всех активистов русской общины Латвии, всех поклонников музыкального творчества Виктора Рокши, проводить его в последний путь. Спасибо. Спасибо. И, может быть, еще одна минута остается. Если мы говорим вообще о планах Совета Российских Соотечественников, что в планах? Будут ли какие-то конференции ежегодные в Москве или в Санкт-Петербурге? Все будет. Прошлый год у нас прошел под лозунгом празднования 75-й годовщины освобождения Латвии от немецко-фашистских оккупантов. Этот год для нас год памяти и славы, когда мы будем отмечать 75-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне. Победы советского народа над нацистской Германией в Великой Отечественной войне. Дата пока еще согласовывается, но я предполагаю, что в самом начале мая мы сможем провести ежегодную страновую конференцию российских соотечественников, которая будет полностью посвящена вот этой юбилейной дате 75-й годовщине победы Советского Союза в войне с нацистской Германией. А так можно сказать, что у нас огромное количество организаций, общее их количество порядка 80, которые работают на основании своих планов, проводят различные культурные, языковые, образовательные мероприятия, мероприятия, направленные на сохранение исторической памяти и так далее. И все эти мероприятия будут проводиться и в этом году. Даша, ну что ж, я думаю, что у вас будет возможность и об этих мероприятиях поинформировать и наших радиослушателей. Виктор Гущин у нас был в студии. Большое спасибо. Спасибо. Спасибо.